Добрый вечер, хорошие мои девочки и мальчики! Вы уже готовы слушать продолжение сказки? Тогда усаживайтесь поудобнее, я начинаю читать! Слава Богу, пожарные в лесном городе, ребята, что надо! Им примчались к тонущему дому почти мгновенно, сразу же начав операцию по спасению. Они протянули длинную лестницу своей пожарной машины к крыше дома мистера Редвиса. Зашли по лестнице на крышу и сначала помогли сойти на землю миссис Редвис, и маленькой Дейзи, а потом пошли за мужчинами. Но Рафи и Робби побежали сами по лестнице вниз, да не тут-то было. В какой-то момент они не удержались и свалились прямо в воду. Так что пожарным пришлось нырять вслед за ними и спасать утопающих. Мистер Колючка, живший неподалеку и наблюдавший за операцией спасения, понимал, что бедное семейство Редвисов осталось без крова, и теперь какое-то время им негде будет жить. Посоветовавшись с женой, они решили пригласить их пока пожить к себе. Промокшие лисы поблагодарили соседей за доброту и расположились отогреваться и сушиться у каминного огня с большим удовольствием ели горячий суп миссис Колючки, который был как раз-таки кстати. Чуть позже этого до мистера Редвиса стал доноситься какой-то шум с улицы, и он вышел посмотреть, в чем там дело. Оказывается, неподалеку от дома ежей барсук Груфи вместе с другими зверями лесного города начали строительство нового дома для семейства Редвисов. Мистер Редвис был тронут до глубины души и тут же внедрился в работу вместе с остальными, разводя цемент для кирпичей, заколачивая гвозди, распиливая доски и много чего другого. Вся лисья семья Редвисов были так счастливы и благодарны своим друзьям, которые поспешили им на помощь. Постройка дома – задача не из легких, и дело продвигалось, хоть и не быстро, но с каждым днем стены дома поднимались все выше и выше, а потом была положена и крыша. Черепицу ровно разложили, окна застеклили, повесили все двери на петли, постелили пол и покрасили стены. И вот, наконец, настал день, когда строительство нового дома для мистера Редвиса было закончено. Конечно же, вся мебель из затонувшего дома была полностью испорчена, и друзья миссис Редвис, каждый выделил им что-то понемножку. А плотник, мистер Щепс, привез целую тележку, груженую столом и табуретками, тумбочкой и шкафом, которые он сам смастерил для своих друзей. В тот же вечер мистер и миссис Редвис приготовили самые вкусные блюда и созвали всех своих друзей, которые помогали им строить их новый дом на праздничную вечеринку по поводу новоселья. Они были так счастливы! Миссис Редвис не могла нарадоваться, наверное, она больше всех была счастлива. Теперь крыша над ее головой не будет протекать, все двери будут держаться на месте, новенький пол блестит от лака, и в ее новом доме столько окон, что он всегда будет светлым и уютным. И после большой проделанной работы все зверята радовались и веселились вместе с хозяевами. Веселье продолжалось глубоко за полночь. Они пели и танцевали от души, шутили и смеялись, водили хороводы и, конечно же, наслаждались новым домом, в который каждый из них вложил свой труд и любовь. Вот такая история приключилась со зверятами из лисьего леса. Ну а сейчас, дорогие мои девочки и мальчики, вам пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. А завтра увидимся снова, и я прочту вам сказку на ночь. До свидания. До завтра.